приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости украины сегодня друзья мы с вами будем подводить итоги прошедшего второго квартала напомню 2022 года одесской области ну и города одесса мы на примере интерактивной карты которую нам любезно предоставляет компания алим консалтинг рассмотрим процессы которые мы наблюдали больше чем за год россия специально пересмотрели мы так сказать свою внутреннюю политику по информированию общественности раньше мы больше полгода не давали информацию о том что происходит с рынком недвижимости сейчас решили сделать наоборот вот этот лак времени увеличить до года и двух месяцев так что было видно что происходило не просто в этом году а еще и в прошлом итак друзья мы будем говорить о вторичном рынке это класс социальное жилье это самый большой кластер рынка жилой недвижимости который эксплуатируется на территории украины именно поэтому мы его выбираем переходим к подготовленной информации будь я думаю что вам будет интересно так сейчас друзья еще раз напомню информация предоставляется компании алим консалтинг мы находимся на интернет ресурсы компания лим консалтинг для того чтобы его найти в всемирной так сказать паутине вам надо набрать в поисковике олимп нет ю а вы видите перед вами вот такой красивый глобус здесь есть описательная часть что из себя представляет интерактивная карта недвижимость стоимости недвижимости на самом деле это и информационная система я попроще называю здесь вы можете посмотреть цели задачи которые мы так сказать преследовали работа над этим проектом также алгоритмы по которым работает данный информационный ресурс но это для любознательных итак нажимаем на вот этот красивый глобус перед вами уже непосредственно интерактивная карта или же геоинформационная система украины напомню вам что сегодня мы говорим о городе одесса и одесской области то есть я постараюсь за 20 минут рассказать о том что происходило на протяжении больше одного года друзья представляете какой объем информации это все возможно сделать с помощью информационной системы мы поговорим о трех областных городах или крупных областных центрах которые входят в одесскую область поговорим о 3 региональных городах это города регионального значения также поговорим о городе одессе я думаю что будет интересно кто досмотрит до конца видео я в конце традиционно подвожу итоги делаю выводы определенные и небольшие прогнозы или на краткосрочную перспективу до конца 2022 года напомню вам что уже полгода 2022 года мы так сказать экватор этот прошли перед вами карта карта непосредственно уже одесской области вот так мы помечаем это все пятнышком светлым таким вы можете узнать количество людей проживающих в одесской области также площадь ну и средняя стоимость квадратного метра класс социальное жилье еще раз напомню социальное жилье это жилье которое нам осталось после развала советского союза зачастую даже в таких городах районного значения как татар бунары не строится и не строилась сожалению за период современной украины вот эти многоэтажки которые относятся к там эконом комфорт классом именно поэтому мы используем в таких глобальных так сказать масштабах класс социальное жилье мы видим что 227 долларов за квадратный метр на дату у нас 30 06 2022 года также можем посмотреть что происходило в динамике напомню вам что мы вот здесь видите поквартально то есть нас четыре квартала это год и еще полгода то есть 12 плюс то есть получается у нас полтора года период исследования мы сделали вот такой периода он очень наглядный мне кажется и вот мы видим что происходило это у нас март 2021 года стоимость квадратного метра росла как сумасшедшая несоответствия сказать тем показателям макроэкономическим которые нам говорили о том что в экономике не все хорошо рынок недвижимости рос сумасшедшими темпами и вот видим что это у нас был март напомню что 24 февраля война началась вот в марте мы видим максимально что достигла стоимость квадратного метра в целом по друзья одесской области класс социальное жилье 230 долларов за квадратный метр и уже в июне месяце 2022 года естественно мы увидели что стоимость квадратного метра снижается то есть вот эта линия тренда восходящая после войны мы видим что будет менять свое направление и снижаться как минимум до конца года но мы об этом еще поговорим закрывая информацию и как обещал будем говорить о областных крупных городах которые входят в одесскую область вот здесь есть зум плюсик такой да приближаем его немного карту точнее приближаем на несколько зумов вы уже знаете что в одесскую область входят города районного значения города областного значения начнем с трех городов областного значения не так сейчас я посмотрю давайте черноморск наверно возьмем достаточно большой город город черноморск 808 долларов за квадратный метр класс социальное жилье и что произошло у нас больше чем за полтора года мы видим что с марта месяца 2021 года рост бурный да и также с марта месяца уже 2022 года мы видим снижение стоимости квадратного метра то есть как бы восходящая линия тренда начинает менять свое направление давайте дальше посмотрим еще возьмем белгород-дестровск это тоже город районного областного значения видим ну во-первых видим давайте вот все-таки поиграя с этой картой когда подвину видим население сколько людей проживала белгород-дестровский ну и средняя стоимость квадратного метра как я еще раз напомню вам это социальное жилье 343 доллара за квадратный метр ситуация такая же с марта 2021 года видим рост по март 2022 год и уже в юне 2022 года видим что линия тренда менять свое направление снижается стоимость квадратного метра городе белгород-дестровский ну и наверное давайте возьмем еще какой-то южная южная еще есть у нас здесь маленькое такое маленькая маленький населенный пункт чуть не сказал это город областного значения но 10 ты не не знаешь и там крупный порт и не просто порт крупное предприятие давайте посмотрим что происходило в городе южном это город областного значения ну во-первых население видим и стоимость квадратного метра 541 доллар за квадратный метр как вы видите нам в динамике мы видим та же самая ситуация март 2021 год по март рост и бурный рост стоимости мы видим с 513 до 545 выросла стоимость квадратного метра социальное жилье и уже в июне мы увидим на снижение стоимости квадратного метра закрываем информацию по трем крупным областным городам или города областного значения и поговорим уже городах районного значения к таким населенным пунктам или городам районного значения относятся город татарбунары видим до населения площадь и 171 доллар за квадратный метр стоимость квадратного метра социальное жилье также можем посмотреть что в динамике с марта месяца 2021 года рост по март месяца точнее февраль наверно он был и уже с июня месяца видим снижение стоимости квадратный метр то есть вот эти закономерности но мы их отслеживаем да и потом очень проще уже объяснять ситуацию которую мы наблюдаем на рынке недвижимости давайте также посмотрим белково или город а кили это тоже город районного значения 239 долларов за квадратный метр средняя стоимость квадратного метра видим 239 и как она вела себя во времени в марте месяца 2021 мы видим рост по март 2022 и естественно июнь также снижение стоимости незначительно но все-таки снижение стоимости квадратного метра ну и наверное давайте мы возьмем еще небольшой вот есть болгород это также город районного значения видим население видим площадь 215 долларов за квадратный метр смотрим что происходило в динамике но динамика та же самая с марта 2021 года наблюдал наблюдался рост по март 2022 года и уже в июне 2022 года мы видим снижение стоимости до 215 долларов за квадратный метр друзья на данный ресурс в открытом доступе для того чтобы на него зайти вы можете вот здесь в любом поисковике набрать мы полинкнет ю а и если вас интересует стоимость квадратного метра класса социальное жилье вы можете смело смотреть это будет не рыночная стоимость вашей квартиры если естественно ваше жилье или ваша квартира относится к данному классу люди которые хотят знать больше у нас достаточно много клиентов которые заказывают отдельно нам исследования и на протяжении года мы вот с помощью таких интерактивных карт готовим статистику анализ и прогнозы и это все визуализировано на таких картах по любым сегментом рынка недвижимости начиная от социального жилья как я вам показал заканчивая там землей коммерческой недвижимости ну и так далее то есть весь рынок недвижимости у нас оцифрован и мы с удовольствием выполняем такие заказы давайте перейдем городу одесса город одесса и как я обещал поговорим что же за это время произошло еще в городе одесса город одесса давайте в целом сначала город одесса населением площадь и 803 доллара за квадратный метр на дату 30 0 6 2022 года видимо 703 доллара за квадратный метр на это средняя по городу естественно в динамике можем посмотреть за март семьсот двадцать пять долларов 2021 год потом рост дома ведь насколько выросло 804 доллара уже марки и незначительное снижение в июне месяце 803 доллара то есть вот это восходящая вверх восходящая линия тренда меняет свое направление как я говорил мы будем видеть до конца года снижение стоимости квадратного метра давайте очень кратко посмотрим что происходило по четырем областным вернее по административным районам города одесса 4 еще раз напомню административных районов начнем с центрального это приморский район девятьсот пятьдесят один доллар за квадратный метр социальное жилье киевский район восемьсот пятнадцать долларов за квадратный метр малиновский район семьсот шестьдесят один доллар за квадратный метр ну и суворовский район видим что 684 доллара за Давайте приблизим карту на несколько зумов и посмотрим, что же происходит внутри административного района. Вот мы видим при Черноморске район, он вот в таких лоскутных одеялах, ну как лоскутное одеяло, это называют разные цвета, то есть это разные цветовые, разные ценовые зоны. Каждому цену, если вы здесь посмотрите право, каждый цвет это определенный порог стоимости недвижимости. Давайте вот возьмем Приморский, да, Малый фонтан, просто вот для сравнения, 1118 долларов за квадратный метр. Аркадия, это мы сейчас говорим о социальном жилье, Аркадия вроде бы тоже непосредственно недалеко находится, но уже 882 доллара за квадратный метр. Возьмем, давайте, ну вот здесь уже Киевский пошел район и Одесса-Приморский, Ведрада, Смотрите, 954 доллара за квадратный метр. Ну на примере просто вот этих раз, два, трех районов, да, ну можно еще какой-то взять, центр, Приморский центр, 976 долларов за квадратный метр. Мы видим, как, в общем-то, один район Приморский разделен на ценовые зоны, которые сформировались исторически, по, так сказать, вот этим зонам или массивам, где проживают люди, да, внутри района. Видим, как сильно отличается стоимость квадратного метра, это всего лишь один административный район. Если ваша квартира находится в Приморском районе, в Французский бульвар или где-то еще, где стоимость квадратного метра мы видим 1118 долларов, это социальное жилье, вы можете смело найти свой, так сказать, дом. И, естественно, понимать, что рыночная стоимость вашей квартиры соответствует той цифре, о которой мы с вами уже поговорили. Итак, друзья, закрываю, значит, закрываю карту и, как обещал, давайте подведем быстрые итоги того, что произошло за этот период с рынком недвижимости и что будет происходить до конца 2022 года. С первичного рынка начнем, друзья, первичный рынок наибольше всего пострадал, не перестану об этом говорить, люди, которые планировали заработать, инвестировав в первичный рынок, они в итоге получили не квартиры, на которые они рассчитывали, а любой проект, его можно было бы просчитать, там максимум три года, да, и сдавался объект эксплуатации, если это жилая недвижимость. И на начальном этапе, если вы платили, ну, во-первых, в гривне, которая обесценивалась, и по сдаче в эксплуатацию объекта вы могли продать эту квартиру уже за доллары, в общем-то, хороший был бизнес, чего там греха таить, да, то есть планировали на первичном рынке инвесторы получить доход, в итоге получили неизвестность. Когда будут строить в городе Одессе, как и в городе Киеве, в Донецке, в Днепропетровске, скорее всего, после войны, большинство компаний-застройщиков в этом я не сомневаюсь. Наверное, может, это и будет во время войны, но будет, наверное, очень незначительное количество компаний-застройщиков. Поэтому первичный рынок, ну, уже не буду больше объяснять, уже объяснять дальше некуда. Место дохода инвесторы получили неопределенность. И за это время, когда закончится война, никто не знает, и вообще останутся ли на рынке компания-застройщики, куда были инвестированы, так сказать, деньги инвесторов. Вторичный рынок, он будет, друзья, до конца года очень неактивен. Почему неактивный? Потому что, опять же, по той же причине, не перестану об этом вам говорить, что здравомыслящий человек, который называет себя продавцом, он не будет продавать недвижимость. В этом нет необходимости. Для чего? То есть для того, чтобы, как я говорю, купить мешок соли, то есть со стороны ты не уедешь. Слава Богу, вроде бы как разрешили перемещаться между этими самыми, отменили крепостного права, между областями ездить нужно. Но со стороны вы не уедете, но если вы не жирный коррупционер какой-то. То есть продать квартиру для чего? То есть люди во время войны просто не продают недвижимость. Если говорить о покупателях, покупатели, я думаю, те, которые... Конечно же, есть люди, которые хотели бы купить за одну гривну, там, две квартиры в городе Одесса. Но опять же, я смеюсь, это утопия. Нормальный, адекватный покупатель, он подождет оттечения войны. Конечно же, рынок недвижимости вторичный. Все равно будут какие-то транзакции. То есть жизнь же не остановилась. Люди, у которых будет возможность уехать из страны, они будут продавать свою недвижимость с дисконтом с определенным. Но это не будет, друзья, 50% до конца года. Я даже вот в этом не сомневаюсь. Если забудьте об этих цифрах, то он говорит, что на 50% подешевело и еще больше подешевеет недвижимость на вторичном рынке. Вроде рассказал все. Напомню, что рынок будет неактивный. Я буду записывать видеоролики, потому что у нас раз в квартал Министерство юстиции выкладывает информацию о транзакциях на рынке недвижимости. Я, естественно, записывал видео и ссылкой на данные Минюста публикую его, знакомлю вас с тем, что происходит с активностью рынка недвижимости. Вот теперь вроде рассказал все. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо, что сделать правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете обсуждать, можете, так сказать, резко критиковать мои видео. Это нормально абсолютно. Только, друзья, пожалуйста, с аргументами. Я люблю, когда люди аргументируют свои какие-то замечания, мысли. Можем дискутировать. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Продсалтинг. Готовим для вас, несмотря ни на что, обзоры рынка недвижимости. Это и месячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Итак, друзья, до встречи в следующих моих видео.